Но в этой теме для них проблема Лукашенко. Потому что Лукашенко это такой амбициозный чувак. Ему сидеть в тени Путина не хочется. Про бесплатную медицину в Европе ты обманул, говорит. Я не обманул. И если ты, пишущий это, находишься в Европе, то ты прекрасно это знаешь, как здесь это все устроено. Если человек нуждается в лечении, я вам скажу даже, приведу пример конкретный. Допустим, ребенок. С ним что-то происходит. Он падает, попадает под машину. Что-то с ним произошло, и в результате этого очень серьезно он травмирован. Этого ребенка все необходимое лечение ему, разумеется, абсолютно бесплатно предоставляется. И если они его поставили на ноги, но при этом, допустим, они считают, что этот ребенок все равно находится в зоне риска. Каких-то видимых, например, дефектов у него нет. Ребенок абсолютно здоров. Но при этом, врачи, они все равно какое-то время считают, что они должны за ним наблюдать. И вот остальное его наблюдение, оно тоже абсолютно бесплатное. До достижения совершеннолетия этого ребенка в школу отвозят и привозят. Его привозят и отвозят в больницу. То есть, этот ребенок полностью обеспечивается до его совершеннолетия государством. Не на таком уровне, как в России. Вот сейчас обеспечение в России. Что это такое? Это, ну, максимум, там, тебе выпишут какие-нибудь таблетки, например, да, для каких-то серьезных заболеваний. Нет, этого человека каждое утро будут увозить в школу и привозить из школы. Автомобиль будет выделен государством. Вы понимаете? Ни год, ни два, до совершеннолетия, до 18-летия это будет происходить. Поэтому, ну, уровень вот этой вот социальной обеспеченности, защиты в европейских странах, он на высоте. Они реально очень серьезно заботятся о своих гражданах. Вы просто не представляете, я говорю сейчас жителям России, а чеченцы вообще не могут себе это представить. Когда ты посещаешь больницу в любой европейской стране, ты постоянно перед входом в больницу, ты видишь вот эти вот специализированные бусы, которые привозят инвалидов-колясочников. И эти бусы, они бывают настолько оборудованы для этих колясочников, то есть это пневмоподвеска, он полностью вот ложится на землю таким образом, что человек свободно скатывается с него и может также свободно обратно закатиться. Эти инвалиды-колясочники, они ездят не на каких-то там колясках, вот так вот, сами себя, значит, толкая руками, а это специализированные на пультах такие, ну, мощные такие вот, можно сказать, автомобили для одного человека. Настолько здесь все вот это обеспечено. И это, вот этим вот их обеспечивают не они, не их семьи, не меценат какой-то, не фонд Кадырова, этим их обеспечивает государство. Это обычный человек, у него нет никаких блатных родственников, он родом не из Ахмат-Юрта, нет, он просто обычный гражданин этой страны. И он вот таким образом обеспечивается этим государством. Поэтому это вещи, которые нам даже не снились. Мы реально, мы даже во сне этого не видели. То, что, то каким образом даже вот любое учреждение, кафешка, насколько эти заведения адаптированы для инвалидов, одно это говорит о многом. Поэтому здесь, в европейских странах, ты очень часто видишь на улице инвалидов. Они просто выходят куда-то в магазин съездить, просто погулять. Еще, кстати, один момент, я часто вижу в магазинах инвалидов, которые, которые вот полностью, они парализованы, и у них даже голова не двигается. Вот бывает на креслах у них такие вещи, держат их голову, такие специальные приспособления. И, видимо, управлять они могут только там пальцами. И вот у них бывает такая мощная такая, я не знаю, как это назвать, это кресло такое, диван, можно сказать, такой на колесах, с таким пультом. Они вот так вот, и они приходят в магазин отовариваться. И они разговаривают, у них какой-то специальный стоит какой-то аппарат, я не знаю, как-то ретрансилирует он, в общем, они как-то говорят даже не сами. И с ними бывает человек, они едут просто по рядам, а ряды, кстати, в магазинах, они тоже полностью предусмотрены для того, чтобы человек мог по ним проехать. Они не узкие, они вот, чтобы инвалид-колясочник мог беспрепятственно по этим рядам ездить. И вот он едет по этому ряду, а с ним рядом сопровождающий. И он ему говорит, что брать, этот сопровождающий берет. И вот этот сопровождающий, это не его родственник. Это тоже человек, которого к нему представило государство. Вот таким образом здесь в Европе заботятся о своих инвалидах. И делает это государство. Поэтому Кадыров, то, о чем говорит Кадыров, это вещи... С его уровнем интеллекта я, в принципе, понимаю, почему. Но когда он об этом говорит людям нашим, о наболевшем, то, что людей и так беспокоят, все по этому поводу возмущены. И когда он начинает вот так вот нагло лгать, от этого реально больно. Так, Игорь. Тумсо, добрый вечер. Читали ли вы о таком варианте сохранить Путину власть по окончанию этого президентского срока соединения Белоруссии и России? Тем самым образовывается новое государство, и тут уже действует Конституция... И тут уже не действует Конституция РФ, и можно выдвигаться на новый срок. Что думаете, реально ли такое? Добрый вечер, Игорь. Да, я читал об этом. Даже смотрел какие-то ролики по этому поводу. Ну, это в целом, я думаю, вполне такая возможная тема, возможный такой сценарий. Они об этом, возможно, думают. Но в этой теме для них проблема Лукашенко. Потому что Лукашенко это такой амбициозный чувак. Ему сидеть в тени Путина не хочется. Насколько они смогут это осуществить, это, ну, не знаю. Я не силен в этих таких геополитических многоходовочках. В целом, в теории, я так думаю, это возможно. Но насколько это реально, я не знаю. Не могу об этом судить. Тумсуа, брат, я всегда поражался с тебя. Твоя логика, ход мысли, адекватные суждения. Я безумно рад, что ты есть. Как это все надоело. Хочется просто собраться и свалить в США, жить у океана. Придет время, эти скоты сожрут друг друга, когда некого будет жрать. Такова природа. Амин, Аллах, ризг, лил. Амин. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»